Республиканская рабочая группа, сформированная под руководством Федерации профсоюзов Узбекистана, продолжает посещать регионы страны и в каждом анализирует положение женщин, живущих в сложных условиях. Разрабатываются программы по обеспечению их прав и интересов, социальной защите, оказанию всесторонней помощи и поддержки в разрезе Махали. Работает и телефон доверия. Республиканской рабочей группой представлена информация, связанная с обращениями женщин по короткому номеру телефона доверия 1211. Согласно данным, до сегодняшнего дня в колл-центр всего поступило 55 699 обращений. И вот цифры в разрезе территорий. Кашкадаринская область – 6 877 обращений. Самаркандская область – 6 669. Город Ташкент – 6445. Сурхандаринская область – 5 402. Ташкентская область – 4 386. Наманганская область – 4 182. Аннижанская область – 3864. Новоийская область – 2980. Хорезамская область – 2699. Ферганская область – 2642. Джизакская область – 2623. Садаринская область – 2530. Республика Каркал-Пакстан – 2377. И Бухарская область – 2023 обращения. Ну а это статистика в процентном отношении, отражающая практическую работу по работе с ними. Таким образом, в рамках действующего законодательства решены более 86,5%. Свыше 4% имеют сроки исполнения. 2,5% взяты под долгосрочный контроль. Без малого по 5% проделены сроки исполнения. Неисполнение и затягивание решения наблюдаются почти по 2% обращений. Инвалид первой группы Мейлихол Кулдашева из города Карше обратилась с просьбой отремонтировать и оснастить ее дом. Вопрос был изучен на основе чего определили ответственных лиц и провели надлежащие работы. Доставили и необходимые предметы быта. Чему очень рада хозяйка, которая планирует в скором времени приобрести новое жилье. В чем ей тоже окажут содействие. Я очень рада, что мое обращение не осталось без внимания. И нам оказали большую помощь. Спасибо за это. Тем не менее, в областном центре имеются и определенные недостатки в работе с обращениями женщин. В процессе изучения органами прокуратуры в отношении начальника отдела Хакимята города Карши в Чураево определено административное наказание. В городском Хакимята организован штаб по своевременному рассмотрению и решению обращений. Они в частности связаны с ремонтом жилья, получением кредита и другими вопросами. В процессе изучения органами прокуратуры сотрудник Хакимята города Карши привлечен к административной ответственности. Мы принимаем все меры для недопущения таких недостатков впредь. Одна поднимает троих детей Зюльфия Равшанова из Махалинского схода граждан Бобур Мубарекского района. Уставшая от семейных ссор, женщина не имела своего крова. Ее обращение по телефону доверия было тщательно изучено и найдено решение проблемы. Ей выделили двухкомнатную квартиру в новостройке с уплаченным первоначальным взносом. Теперь и у этой семьи свой родной уголок, собственная крыша над головой. Обратилась по телефону доверия. Специальная комиссия изучила вопрос, и мне оказали практическую помощь. Переехала в новую квартиру из двух комнат со всеми современными условиями. А ведь совсем недавно пребывала в очень сложном положении. Теперь все трудности позади. Буду воспитывать детей достойными нашей родины. Только в 2020 году 20 женщинам за счет спонсорских и средств местного бюджета построили жилье. Кроме этого отремонтировали дома 30 женщин. 16 помогли в своевременном получении алиментов. Оказана правовая помощь по решению споров относительно собственности. Допущены и недостатки. За что в отношении ответственного секретаря применено дисциплинарное наказание. Сделав правильные выводы, мы корректируем свою деятельность в этом плане. Через колл-центр в Каспийский районный отдел по поддержке махалии семьи по состоянию на 1 декабря этого года поступило 117 обращений. Во время изучения районной прокуратуры и исполнения закона Республики Узбекистан об обращениях физических и юридических лиц стало ясно, что контроль над работой с обращениями не на достаточном уровне. Не полностью рассмотрены вопросы, поднимающиеся в них и не ведется регулярный мониторинг. В связи с чем в отношении главного специалиста Каспийского районного отдела по поддержке махалии семьи определено дисциплинарное наказание. Во время изучения, которое проводилось Каспийской районной прокуратурой, за допущенные недостатки я получил дисциплинарное наказание, что было обсуждено на расширенном заседании нашего отдела с целью недопущения таких фактов в будущем, для чего определены соответствующие мероприятия. Республиканской рабочей группой и Генеральной прокуратурой принимаются все необходимые меры по устранению недостатков в этом направлении.